День Города Семьи, любви и верности Осторожно, мошенники Способы обмана все разнообразнее Сотрудники ведомств призывают быть бдительными Партнер программы День Города ООО Медтехника Все средства реабилитации от лучших производителей В магазине Медтехника На Есенина 72, дробь 2 Инвалидные коляски, каталки Функциональные кровати, ходунки Опоры под спину, кресла-туалеты Ступени с поручнем, сиденья для ванны Прикроватные столики Бескаркасные ванны Велоэргометры, костыли, трости Палки для скандинавской ходьбы Дыхательные тренажеры и многое другое В магазине Медтехника На Есенина 72, дробь 2 Справа от выставочного центра АК Телефон 51-10-15 51-10-15 Возможно, доставка оборудования Под заказ День семьи, любви и верности Отмечают в России 8 июля По традиции празднуют его с размахом О том, какие мероприятия состоятся в этом году Рассказали сегодня на пресс-конференции В Министерстве культуры День семьи, любви и верности Официально стал государственным праздником В 2008 году В нашем регионе его отметят торжественными мероприятиями Как в самом областном центре Так и в селе Ласково Где по преданию началась история Святых Петра и Февронии Их история любви и по сей день Считается эталоном Прекрасного романтического чувства И супружеской верности Всего в Рязанской области Проведут более 150 мероприятий Приуроченных ко Дню семьи, любви и верности Главное торжество пройдет В торговом городке 8 июля Я думаю, конечно, все мы вам Сюрпризы рассказывать не будем Чтобы была интрига Но всех будем с удовольствием Приглашать на этот праздник Начало в 2 часа Это понедельник, 8 июля По времени он будет разбит на несколько блоков То есть в 2 часа состоится Честование семейных пар Средом будет регистрация брака И в 17 часов Награждение и парад многодетных семей И закончится все замечательным концертом Кавер-группы Который приедет к нам из Москвы Бракосочетания в День семьи, любви и верности Уже стали любимой датой молодоженов Женихи и невесты считают ее сакральной И верят, что она принесет им удачу А их союз сделает нерушимым Присутствовать при рождении новой семьи Это всегда событие У всех рязанцев и гостей нашего города Такая возможность будет 8 июля в День семьи, любви и верности Мы специальным образом не отбирали пары Те, кто захотели участвовать В такой массовой торжественной регистрации своего брака Те, кто не побоялись поделиться своим счастьем С окружающими и своими гостями Увидеть даже совсем незнакомых людей Таких пар, кстати, тоже 8 Молодоженов ждут поздравления от первых лиц региона Пожелания любви и верности от гостей мероприятия И, конечно же, первый танец влюбленных Уже в новом официальном статусе Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин Телекомпания «Город» В этом году особый противопожарный режим Ввели в более чем четырех десятках регионов нашей страны В этот период посещение лесов, разведение костров И использование мангалов в зеленых зонах Строго запрещены За это предусмотрено наказание Подробности расскажем в нашем следующем материале За первые полугодия на территории региона Зарегистрировано более 500 палов сухой травы На площади 700 гектаров Преимущественно в Скопинском, Спасском И Михайловском районах Большая часть природных пожаров Результат неосторожного обращения с огнем Сейчас на территории Рязанской области Действует особый противопожарный режим За нарушение которого грозит штраф За нарушение требований пожарной безопасности В условиях особого противопожарного режима В соответствии с частью второй статьи 20.4 КОАП РФ Значит, граждан, нарушителей Ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей Должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч рублей Индивидуальные предприниматели Понесут наказание в виде штрафа На сумму от 60 до 80 тысяч рублей А юридические лица от 400 до 800 тысяч рублей Конечно, все зависит от степени ущерба Так, если от огня пострадало имущество И строение на сумму от 250 тысяч рублей Виновнику грозит уголовная статья Согласно которой поджигателя попросят Возместить материальный ущерб в полном объеме А также заплатить штраф на сумму До 120 тысяч рублей Самая высокая мера в этом случае Лишение свободы на год С 1 апреля текущего года Сотрудниками надзорной деятельности И профилактической работы Главного управления МЧС России По Рязанской области пресечено И составлено 73 протокола Об административных правонарушениях Предусмотренных статьей 20.4 КОАП РФ Значит, по результатам рассмотрения Предупреждено 57 физических лиц И оштрафовано 15 физических лиц На сумму 130 тысяч рублей Чтобы не нарваться на штраф Во время особого противопожарного режима Нужно соблюдать ряд правил А именно воздержаться от посещения лесов В этот период А также не разводить костры Не сжигать мусор И не жарить шашлыки Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов Телекомпания Город В социальных сетях стали появляться Сообщения от рязанцев с жалобами На неработающие кондиционеры В автобусах и троллейбусах На протяжении уже нескольких дней Температура воздуха превышает 30-ти градусную отметку И перемещаться по городу В общественном транспорте без кондиционеров Крайне некомфортно Почему так происходит Расскажем в следующем материале Как часто вы встречаете Общественный транспорт С работающими кондиционерами? Из 10 и 1 Очень редко Не часто Рязанцы говорят Что в автобусах и троллейбусах Города редко можно встретить Работающий кондиционер Из-за этого в сети появились Жалобы на жару в транспорте По словам жителей Есть даже случаи Тепловых ударов и обмороков О количестве машин И причинах неисправности Рассказал директор МУПРТ Города Рязани На сегодняшний день Кондиционеры Не работают в 4 автобусах И 3 троллейбусах Причиной этого является Выявление заводского брака В виде перетирания трубок Систем кондиционирования Также по электрическим проблемам То есть перепрошивка требуется Все проблемы ускоряются Устраняются максимально быстро Взаимодействуем с заводом-изготовителем И с их партнерами Работы по устранению неисправностей Кондиционеров в транспорте Проводят ночью Чтобы не снимать машины с маршрута Днем По мере возможностей Поломки устраняют силами ОРТ Сейчас в штате управления Появился сотрудник По ремонту системы кондиционирования Но бывают моменты Когда необходимо подождать Специалиста от завода-изготовителя Или же нужен заказ запасных частей Тогда сроки починки увеличиваются В среднем за ночь успевают отремонтировать Четыре автобуса С троллейбусами история немного другая По троллейбусам там немного сложнее Необходима замена электрической платы Управления кондиционером То есть платы изготавливаются В течение 45 дней по регламенту Но стараемся также ускорить этот процесс И ждем в ближайшее время поступления этих плат Установки их И устранения этих неполадок Как отметил Андрей Суханов Водители обязаны включать систему кондиционирования Если она есть Когда температура превышает норму Но есть, как говорится, один нюанс Противники кондиционеров среди пассажиров Они боятся простыть И поэтому просят выключить кондиционер Не все могут решить сотрудники ОРТ Но то, что в их власти говорят Решают по мере технической возможности Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» За прошлый год злоумышленники украли у россиян Почти 16 миллиардов рублей Есть и положительная статистика По данным Банка России удалось отразить почти 35 миллионов попыток кибермошенничества на сумму 5,8 триллионов рублей И сколько сотрудники разных ведомств не напоминают о том, что принимать звонки якобы со службы безопасности банка не стоит Преступления в этой сфере продолжают происходить О разных способах мошенничества далее в сюжете Конец июня 2024-го 38-летний рязанец, доверившись телефонным мошенникам, перевел через банкомат 1 миллион 890 тысяч рублей И это только один из десятков подобных случаев Еще один, о котором рассказали в региональном ОМВД, произошел также в июне этого года 83-летний мужчина пришел в банк забрать все свои накопления Сотрудники отделения позвонили в полицию Оперуполномоченный уголовного розыска незамедлительно выехал на место и попытался расспросить 83-летнего мужчину о происходящем Однако тот отрицал, что ему поступали какие-либо звонки Полицейский, будучи уверенным, что пенсионер находится под влиянием телефонных мошенников, предложил ему проехать в отдел полиции Там в ходе продолжительного общения стражи правопорядка подробно рассказали рязанцу о всевозможных уловках аферистов И тот, наконец, осознал, что попался на одну из распространенных ловушек О другом способе мошенничества рассказали в Банке России, при том на живом примере Так жительница города Шацк случайно узнала, что мошенники оформили на нее микрозайм При этом сам договор оформили еще в январе, а шатчанка узнала об этом в мае Договор оформлен на 14 тысяч рублей Такая ситуация может произойти при оформлении небольших займов онлайн Как правило, микрофинансовые организации при оформлении таких займов требуют представления либо копии паспорта Либо просто паспортных данных с представлением фотографии владельца паспорта в руках Вместе с тем злоумышленники научились подделывать изображения владельца паспорта Так же, как и паспортные данные, если им стали они известны В Банке России рассказали, что дважды в год можно бесплатно проверить свою кредитную историю Она хранится в одном из бюро кредитных историй Нужно зайти на портал госуслуг, узнать, к какому бюро вы относитесь и сделать туда запрос А если кредит появился внезапно, то в региональном Банке России рассказали, как поступать в таком случае Если человек стал жертвой такого мошенничества, необходимо обратиться в ту организацию, которая выдала заем Необходимо написать заявление с требованием провести внутреннее расследование Кредитор проведет такое расследование и если удастся доказать, что это не вы получали кредит Соответственно, данный долг будет списан Кроме того, необходимо обратиться с заявлением в органы полиции о проведении проверки по факту мошенничества За кого только мошенники себя не выдавали Были и полицейскими, и службы безопасности банка, и сотрудниками сотовой связи В этот раз пошли дальше и представились сотрудниками социального фонда Жителю Рязанской области позвонили и представились сотрудниками социального фонда Они сообщили, что пенсия может быть увеличена в результате перерасчета Но для этого пенсионеру необходимо сообщить личные данные Такие как логин и пароль от портала Госуслуг и номер паспорта Внимательный Рязанец не поддался на уловки мошенников и сообщил в отделение полиции В другой случай женщине пришло СМС-сообщение с предложением пройти онлайн-опрос о мерах социальной поддержки Ссылка вела якобы на портал Госуслуг, где требовалось ввести логин и пароль Единственная разница, сайт был фишинговый, то есть всего лишь подделка под официальный портал Госуслуг Пенсионерка вовремя различила подмену и не стала вводить свои данные Сотрудники социального фонда призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников Если вам позвонили и представились сотрудниками социального фонда, не сообщайте личные данные Специалисты никогда не запрашивают номер паспорта, номер карты, пин-код или пароль и логин от портала Госуслуг Если у вас спрашивают такие личные сведения, скорее всего вам позвонили мошенники В каждом ведомстве, однако, отмечают, что при разговоре с мошенниками важно не поддаваться на провокации Если позвонили по телефону, кладите трубку Если предлагают пройти соцопрос, воздержитесь И лишний раз проверьте свою кредитную историю Все-таки бдительность еще никогда лишней не была Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения И хоть праздник этот довольно молодой, установили его только в 2009 году, сотрудники ведомства уже почти 100 лет получают поздравления именно в этот день Это радар для измерения скорости Барьер 2М Пользовались таким еще в Союзе Работал он просто, подключаешь к питанию автомобиля, направляешь на машину на дороге И на экране радара появляется его скорость Если раньше такой радар стоял на вооружении всех инспекторов, то теперь это музейный экспонат В разные периоды времени в Госавтоинспекции используются различные приборы, различные средства, помогающие обеспечивать службу более грамотно Соответственно, здесь представлены и жетоны, которые использовали сотрудники ГИБДД разных эпох И жезлы тоже разных эпох И различные приборы, которыми пользовались ранее сотрудники Госавтоинспекции А это фотографии взвода вертолетного патрулирования Работал он в Рязани в 1978 году Правда, просуществовал он недолго В музее Госавтоинспекции представлены желтый Урал 1990 года, который называется «Перехватчик» Служил он, правда, не в Рязани, а в Самаре Однако это боевых заслуг не отменяет Автомобили ГАИ тоже были желтого цвета Из-за такой расцветки и звука сирены их прозвали «Канарейками» В 1968 году ведомство было переформировано в отдельный батальон дорожно-патрульной службы Насчитывающий уже 5 взводов численностью личного состава 168 человек Сейчас Госавтоинспекция Рязанской области – это большое структурное подразделение, где работают несколько тысяч сотрудников И ведомство проводит огромную работу по охране и правопорядка в сфере безопасности дорожного движения Прокуратура Петелинского района Рязанской области по обращению ветерана Великой Отечественной войны Принятого в ходе личного приема прокурором района Провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения В ходе проверки установлено, что грунтовая дорога местного значения, проходящая вдоль дома ветерана Имеет многочисленные просадки и выбы В целях устранения выявленных нарушений вода с главы администрации Ермониколаевской сельского поселения Прокуратура района есть на представлении По результатам рассмотрения которого местная дорога определена в соответствии с требованиями ГОСТа Дополнительно произведена укладка щедоночного покрытия На этом у меня все новости к настоящему часу С вами была Марина Романюк До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин